Здравствуйте! В эфире CBC выпуск новостей, в студии Олег Амербеков и в начале коротко о главных темах. Не считаться с военной мощью Азербайджана равноценно самоубийству. Президент Ильхам Алиев рассказал о росте военного потенциала страны. В течение дня по дороге Ханки-Амбеллача беспрепятственно проехали более 40 автомобилей, принадлежащих российским миротворцам. Азербайджанские экоактивисты продолжают мирную акцию протеста. Теракт в столице Афганистана, Кабуле. Жертвами террориста-смертника стали больше 20 человек. В Анкаре состоялась встреча амбудсменов России, Украины и Турции. По ее итогам стороны провели очередной обмен военнопленными. Военная мощь, успехи азербайджанской армии во Второй Карабахской войне также стали темами обсуждений президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями азербайджанских СМИ. В новом году страна намерена уделять еще больше внимания армейскому строительству и, по словам главы государства, в Азербайджане также начинается новая эра отечественной военной промышленности. Азербайджанская армия во время Второй Карабахской войны показала всю свою силу и волю. Азербайджанский народ – свой неукротимый дух. Укрепление азербайджанской армии ни для кого не было секретом, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью местным телеканалам. Глава государства напомнил, когда страна начала выделять большие средства на военные расходы, международное сообщество говорило о мирном решении Карабахского конфликта. Мы просто показывали свои возможности, что не примем эту оккупацию. Хотели бы, чтобы не было нужды войне. Все мои усилия как президента были направлены туда. Я пытался убедить страны-сопредедатели бывшей минской группы, а также наших партнеров в Европе, что мы не примем эту ситуацию. Я сказал предыдущему и нынешнему руководству Армении, если вы думаете, что так будет продолжаться, нет. Они просто считали, что это слова. Сказанные ради пропаганды. Мы были вынуждены показать свою силу, и подаваемые нами сигналы не доходили до адресата. Я даже потребовал ввести санкции против Армении. Думал, что если применить санкции, то они будут вынуждены покинуть нашу землю по собственному желанию. Однако этого не произошло, и мы показали силу нашей армии в войне. Азербайджан уже продемонстрировал всему миру тактику ведения боевых действий. Примером тому знаменитая операция по освобождению города Шуша, которая после завершения Второй Карабахской войны стала изучаться во многих военных учебных заведениях мира. Теперь, после решения карабахской проблемы, страна нацелена на дальнейшее развитие своей армии. Азербайджан активно работает над применением военного опыта в жизни уже на основе новой концепции армии. Наши силы командос уже полностью сформировались, превратились в огромную силу, и этот процесс продолжается. Будут созданы новые силы командос, их численность и еще больше увеличится. Мы также как минимум вдвое увеличили и будем увеличивать численность наших сил специального назначения. В том числе на самом высоком уровне обеспечивается и все оснащение. Мы в несколько раз увеличили число морских пехотинцев, увеличили число спецназовцев нахчеванской отдельной армии. Но я не могу сейчас назвать их численность, так как считаю, что это будет неправильно. Параллельно с этим их число пока растет. Мы еще не достигли поставленной цели. Уже создали и создадим такую мощь, что не считаться с ней равносильно самоубийству. Несмотря на успехи, достигнутые азербайджанской армии в 44-дневной войне, глава государства полон решимости и дальше развивать азербайджанскую армию. И в этом направлении принимаются последовательные меры. Азербайджан планирует расширять и местное производство. Страна уже подписала новые контракты с крупными турецкими и израильскими компаниями, а также с компаниями из других стран. В настоящее время продукция военного назначения продается в более чем 30 стран мира. Но в мировом рынке вооружений есть пробел, и Азербайджан будет расширять свои возможности и в этой сфере. Вопросы, касающиеся строительства армии, о которых говорил президент Ильхам Алиев, это вопросы, являющиеся основными для Азербайджана на ближайшие пять лет. Азербайджанская армия в 2020 году и в последующий период действительно успешно выполнила поставленные задачи. Все виды войск вооруженных сил продемонстрировали высокий профессионализм, укрепили возможности своего личного состава и повысили боевую готовность. В своем выступлении глава государства отметил, что развитие вооруженных сил Азербайджана поднимется на такой уровень, что не считаться с ним будет расцениваться как самоубийство. Все антиазербайджанские силы, в особенности Армения, должны сделать из этого вывода и прекратить проводить деструктивную политику. Эсмир Алиева, Жаля Гусейнова, Си-Би-Си. На прямой связи с нашей студией наши гости, политолог Игена Гаджиева. Иген Ханум, добрый вечер. Добрый вечер. Иген Ханум, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время интервью азербайджанским телеканалом затронул очень много важных тем, в частности, военное строительство. Президент сказал, что не считаться с военной мощью Азербайджана равноценно самоубийству. В целом, это и внутриполитический, и внешнеполитический месседж очень важный. Какие еще месседжи вы бы особо выделили, если подводить какой-то итог в отношениях Азербайджана с соседними странами, например? Добрый вечер. Дело в том, что вся речь азербайджанского президента, она состоялась на нескольких направлениях месседжей. Это и внутренние, как мы говорили, как же внешние факторы, так же, как и региональные вопросы касались, так же и глобальные вопросы тоже. В основном, конечно, сама Вторая Карабахская война, она доказала тому, что не рассчитаться с силой Азербайджана, это неправильно. И то есть мы показали, на что мы способны, а это значит, что при этом, в будущем, мы еще больше будем наращивать свою мощь, военную мощь. И вообще, после уже, как сказал президент, февраля 2021 года, уже всем ясно, что у всех должны быть, по крайней мере, действующие, хорошо, нормально действующие армии. Поэтому вся Европа, как отметил президент, и все другие страны во всем мире, занимаются сегодня военностроительством, то есть строительством армии. Но важный момент, которого я бы хотела отметить, это, конечно, тема, которую президент касался именно про, скажем так, про деоккупированных территориях, то есть те азербайджанские территории, которые были деоккупированы, и чтобы, как бы, возобновить весь азербайджанский, то есть деоккупированных территориях, сам процесс строительства. И дело в том, что вся деоккупированная территория, они настолько большие, что весь процесс занимает очень много денег, средства, а также и очень много времени. И мы сами на свои же внутренние средства заняты этим. И несмотря на то, что всегда в международных примерах были ситуации, когда после конфликтов международные донорные центры и организации, они участвовали в возрождении, скажем так, территории, но тем не менее с Азербайджаном это не получилось. Наоборот, так получилось, что после войны Евросоюз, например, выделил Армению 2 миллиарда 600 миллионов средств, и это была очень такая интересная тема, потому что сам этот грант и все это средства, они выделились тому, что Армения должна была, скажем так, реконструировать, то есть возродить все то, что якобы разрушалось во время войны. Дело в том, что война была на территории Азербайджана, и все инфраструктуры, которые разрушены, они были азербайджанские города, и все здания тоже азербайджанских городах были, но тем не менее средства выделено было именно Армении. А мы все процессы, которые сегодня делаем, то есть процессы реконструкции делаем на свои средства. Изначально она оценена была, что это где-то будет занимать 20 миллиардов, но хотя это первые цифры, это первые цифры, это значит, что еще много даже, может быть, что это будет еще больше, двое, чем больше, и это занимает очень много времени, первое, второе занимает очень много средства, как я сказала, а третье, вот нормально, когда средства идут на возрождение, скажем так, на реконструкцию, но дело в том, что средства еще также идут на разминирование. Хотя есть международные акторы, которые всегда участвовали в процессах разминирования во всех постконфликтах, ситуациях во всем мире, но тем не менее в Азербайджане, хотя и в Азербайджане они тоже участвуют, то есть такие эпизоды тоже есть, скажем так, например, в статусе, то есть на уровне ООН, потом на уровне Евросоюза, то есть они участвуют, но тем не менее территории, они такие обширные, такие большие, что это занимает очень много времени одно, очень много средства два, и, то есть, скажем так, наши средства, может быть, что на сегодняшний день они у нас достаточны, но впредь, конечно, мы должны как-то серьезно об этом задуматься, это первое. А еще о чем можно сказать, конечно, дело в том, что хотя я, как раньше отметила, что международные донорные, скажем так, центры, они не участвуют, но тем не менее есть попытки очернить, скажем так, ослабить тему этого процесса, потому что не все довольны были, что мы там освободили свои территории, и после освобождения мы строим, рекастрюрируем свои территории. Например, временами входят какие-то, скажем так, репорты, где указывается, как будто та или иная компания, она как-то участвует не так, и внутри страны тоже есть силы, которые поддерживают это, то есть участвуют в этом процессе, и в международном уровне тоже. А это, конечно, мы понимаем, что это попытки, скажем так, ослабить сам темп всего восстановительных процессов. Дело в том, что весь этот процесс, это не только восстановительный процесс, это еще, это не только восстановление, это еще и возрождение, возрождение духа, морали и других важных составляющих части азербайджанского общества, я думаю. Егена Хану, большое спасибо за ваш комментарий, благодарю вас, до свидания. До свидания. Напомню, на прямой связи с нашей студией была Егена Гаджиева, политолог. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем интервью азербайджанским СМИ рассказал и о провокационных действиях Франции. Глава государства напомнил, что Париж всячески старался, чтобы Азербайджан не смог восстановить свою территориальную целостность. Подробнее расскажет мой коллега Мурад Ахундов. Отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку надеется на сотрудничество с Парижем в будущем, когда в Елисейском дворце будет сидеть правительство, которое будет высоко ценить отношения с Азербайджаном. Глава государства напомнил, что во время Второй Карабахской войны Франция открыто обвиняла Азербайджан в агрессии и клевете, однако до сих пор не принесла извинений. По словам президента, в ходе 44-гневной войны Франция взяла на себя инициативу в ООН против Азербайджана, однако потерпела неудачу. Еще одно поражение Франции было нанесено во Франкофонии, где она также ничего не добилась. Наша победа в войне вызвала сильное раздражение у многих во Франции. Оглядываясь в прошлое, мы видим и еще раз убеждаемся в том, что минская группа, в частности Франция, всячески пытается сделать так, чтобы вопрос не нашел своего решения. Мы не смирились с этим. Считаю, что основная причина такой антиазербайджанской позиции Франции в том, что мы полностью сорвали их планы. И им не удалось помочь Армении, которой они покровительствуют. Недавно на одной из закрытых встреч я сказал, что Франция может прожить без нас. Мы тоже можем прожить без Франции. Ни они, ни мы даже не почувствуем это. Но это их путь, это их выбор. Мы, опять же, ничего не предпринимали против них. Просто ответили во время войны. Не хочу сейчас говорить о контактах на высшем уровне во время войны. Это происходило в ходе закрытых бесед. Но во время войны у нас сложились, как говорится, весьма напряженные отношения. Во время войны Франция открыто обвиняла нас, клеветала на нас. Сейчас я требую от них извинений. Связи Армении и Франции были известны всегда и всем. Шефство над Ереваном Париж взял на себя давно, а активная армянская диаспора еще больше повлияла на углубление отношений между двумя странами. Будучи сопредседателем минской группы ОБСЕ, Франция на протяжении 30 лет лезла из кожи вон, лишь бы Карабахский конфликт оставался замороженным. Однако планам французов не было суждено сбыться. В 2020 году Азербайджан всего за 44 дня уничтожил все укрепления сепаратистов, которые на протяжении 30 лет они строили. Однако это все еще не стало уроком для армян, проживающих на Западе. Там, в Армении все отчетливо понимают, что очередная война приведет уже к катастрофическим последствиям для самой Армении. Но некоторые страны продолжают подстрекательство и пытаются нагнетать обстановку, подталкивая Армению в бездну. И, конечно же, во главе списка таких стран стоит Франция. Нужно ли это армянам? Однозначно нет. До Макрона, во время Жак Ширака, Франсуа Уланда, Николе Саркази, отношения были немного сбалансированными. Несмотря на то, что есть очень серьезное влияние лобби внутри Франции, они большие налогоплательщики, но вот именно в процессе нормализации отношений, во время стабилизации и устранения проблем в регионе Южного Кавказа, Франция держала сбалансированный характер, но именно после Макрона отношения между Азербайджаном и Францией стали очень напряженными. И во время Второй Карабахской войны были клеветические кампании против Азербайджана. И Азербайджан сейчас в праве требовать изменений со стороны Франции в наш адрес и поддержания международного права и сбалансированного характера отношений. Но мы видим обратное, и Франция поддерживает Армению и хочет быть посредником, имеет такой характер отношений с Ереваном. Франция находится в центре Европы, вдалеке от всех событий в регионе. Ради своих амбиций денег лобби Макрон буквально жертвует Армении как разменной монетой. Не только ставя своих союзников в весьма незавидное положение, но и ухудшая отношения с крупнейшей страной Южного Кавказа, Азербайджаном. Во время своего интервью господин президент Ильхам Алиев местным телеканалом затронул разные темы. И касательно азербайджана-французским отношений тоже поделился своим мнением. И особенно надо отметить, что сейчас отношения между Баку и Парижем очень напряженные. И этому способствует предвзятая позиция официального Парижа и поддержание Армении как во время Второй Карабахской войны, так и в постконфликтный период. Предвзятые резолюции Сената и Национальной Ассамблеи Франции. Неоднократные предвзятые высказывания, заявления президентом Макрона в сторону Азербайджана. Одним из пунктов пражской встречи было то, что на территории Армении, приграничной с Азербайджаном, будет направлена миссия наблюдателей Европейского Союза. Эта миссия должна была состоять из 40 человек и быть краткосрочной. Глава государства отметил, что нарушение этого соглашения очень неприятный момент, комментируя заявление министра иностранных дел Франции о том, что Париж собирается продлить миссию. Тем не менее, если у Макроновского правительства есть планы относительно армяно-азербайджанской границы, то логичнее было бы обсудить это и с Баку. Граница-то не армяно-французская. Президент Ильхам Алиев не раз упоминал, что Азербайджан не рассматривает Францию как посредника в минской группе ОБСЕ в связи с ее антиазербайджанской позицией. Но это, видимо, еще больше разозлило французов. Недавним принятием документов в Сенате и Национальной Ассамблее страны против Азербайджана дело не закончилось. С 20 по 30 декабря Париж пытался запустить процесс принятия антиазербайджанской резолюции в Совбезе ООН по ситуации на дороге Лаченхан-Кенде. Однако, благодаря тому, что Азербайджан смог доказать свою правдивую позицию всему миру, спустя 10 дней после начала процесса Франция отказалась от нее. Подытоживая, хочется сказать, что Франция, поддерживая теплые отношения с Арменией, не должна вести себя как пресс-секретарь партии Дашнак-Тютун. Есть мировой порядок и элементарная дипломатическая этика. Но если Париж не хочет их соблюдать, то, как сказал Ильхам Алиев, нужно просто надеяться на то, что в будущем во Франции будет правительство, с которым можно будет вести конструктивный диалог. Работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана будут ускорены в этом году. Необходимые для этого финансовые средства выделены из госбюджета. Кроме того, для развития этих земель и обеспечения скорейшего возвращения бывших вынужденных переселенцев будут привлекаться инвестиции. О значимых планах на текущий год в следующем материале. В 2023 году в Карабахе и Восточном Зангизуре будут осуществлены крупные проекты, связанные в том числе со строительством инфраструктурных объектов. На первом этапе планируется реконструировать до 100 населенных пунктов. Уже идет строительство многоэтажных домов в Шуше, Агдаме, Физулии и Зангелане. В этом году также ожидается сдача в эксплуатацию школ и больниц. На текущий год прогнозируется привлечение еще большего числа инвестиций для развития освобожденных территорий Азербайджана. Эксперты высказываются об активном участии в возрождении региона и представителей частного сектора. Мы наблюдаем процесс привлечения различных компаний в качестве резидентов промышленных парков, созданных на освобожденных территориях. Эти парки должны покрыть потребности Карабаха и Восточного Зангизура. К примеру, в Агдамском промышленном парке уже утверждены инвестиционные проекты на сумму 40 миллионов монатов. Возвращение в Карабах и Восточный Зангизур не ограничивается лишь этими усилиями. Это еще и создание постоянных рабочих мест, обеспечение проживания населения. Все это также предусмотрено. В настоящее время в городе Лачин ведутся масштабные строительные работы. Уже в этом году туда намерены вернуться первые уроженцы. Помимо Лачина, возвращение бывших вынужденных переселенцев будет осуществлено и в село Забух Иисус. В 2023 году ожидается осуществление серьезных инвестиционных планов в Карабахе и Восточном Зангизуре. Шаги по восстановлению этих экономических районов и возвращения туда людей будут продолжены и в этом году. В 2021 году для этих целей из госбюджета было выделено 2 миллиарда монатов. В 2022 году этот показатель был увеличен. Уже в текущем году мы видим, что для осуществления поставленных задач предусмотрено 3 миллиарда. Сейчас предпринимаются шаги по созданию энергетической, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Помимо этого вкладываются инвестиции в строительство железных дорог и аэропортов. В целом на освобожденных территориях строится более 2000 километров автомобилях, дорог и мостов. Согласно планам количество мостов превысит 100. Помимо этого в рамках утвержденных проектов строится 50 километров тоннелей. Эсмиралий, Восьбиси. Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и России Али Асадовым и Михаилом Мишустиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина Российской Федерации. В ходе телефонной беседы стороны обсудили совместные проекты, вопросы по сотрудничеству в сферах транспорта и логистики. Также главы правительства обсудили график предстоящих встреч по линии правительства. Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турцией Джихуном Байрамовым и Мевлю Тамчаву Шоглу. Как сообщили в МИД, министры обсудили текущие вопросы повестки дня двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Министры также обменялись мнениями о сотрудничестве на многосторонних платформах и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Продолжается акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций и экоактивистов на участке дороги Лачин-Хан-Кян-Ди. Напомню, акция против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Карабахского экономического района Азербайджана. Несмотря на это, созданы условия для беспрепятственного проезда автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту по дороге Лачин-Хан-Кян-Ди. Участники акции отошли от дороги, открыли коридор для проезда автомобилей. Всего с ночи беспрепятственно проехали 42 автомобиля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поиски солдат, пропавших без вести во время 44-дневной войны, давно завершены. А премьер-министр Никол Пашинян вводит общество в заблуждение. Вчерашние заявления Пашиняна раскритиковала председатель парламентской комиссии по правам человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян. Сожалею, что премьер страны не владеет важной информацией, отметил армянский депутат в ходе интервью газеты Жугу Вурт. По ее словам, поиски около 200 человек, пропавших без вести в результате 44-дневной войны, были приостановлены с января 2022 года. Напомним, что в ходе вчерашней пресс-конференции премьер-министр Армении заявил, что поиски пропавших без вести после боесолкновений с Азербайджаном, а также 44-дневной войны, продолжаются. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции. В ходе беседы министр Акар отметил важность срочного прекращения огня, чтобы предотвратить новые человеческие жертвы и восстановить мир и стабильность. Кроме того, Акар подчеркнул, что Турция во главе с президентом Эрдоганом продолжит выполнять свой долг по обеспечению мира в регионе и доставке гуманитарной помощи на всех уровнях. Турецкий министр сообщил, что в результате деятельности совместного координационного центра, созданного в рамках зернового коридора, из украинских портов в нуждающиеся страны безопасно перевезено около 17 миллионов тонн зерна. И реализация этой инициативы продолжается. Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Маскалькова и Дмитрий Лубенец провели встречу в Анкаре. На ней также присутствовали главный омбудсмен Турции шериф Мэл Коча и спикер парламента этой страны Мустафа Шентоп. Главными темами переговоров были права детей, обмен пленными. И, как сообщила позже Татьяна Маскалькова, 40 российских военнопленных были обменены на такое же количество украинских военнопленных. Подробности обмена российский омбудсмен не раскрыл. В результате взрыва, прогремевшего возле здания МИД Афганистана, в Кабуле погибли более 20 человек. Еще порядка 25 человек были ранены. Среди пострадавших есть также сотрудники самого министерства. По информации местных СМИ, терак совершил смертник, который намеренно пытался проникнуть на территорию министерства. Прямо сейчас множество людей собирается в больницах города в поисках своих близких, пострадавших во время теракта. Иран активно расширяет сеть своих систем ПВО на территории Сирии. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на источник в разведке одной из стран-союзниц США. По данным собеседника издания, в последние два года Иран придерживается стратегии развертывания в Сирии своих средств противовоздушной обороны стоимостью в десятки миллионов долларов. Таким образом, Тегеран, утверждает источник, намерен противостоять потенциальным авиаударам в случае обострения ситуации с Израилем. Израильские военные приступают к учениям в северных районах страны рядом с ливанской границей. В ходе маневров будут вестись артиллерийские стрельбы. Предстоящие учения были запланированы заранее и включены в план подготовки военных на 2023 год. Накануне ливанскую границу посетили премьер-министр Израиля Бениамин Нетаняху и министр обороны Юаф Галланд. В ходе визита новоназначенный министр заявил, что Израиль примет необходимые меры, чтобы перекрыть каналы поставок оружия из Ирана в Ливан и не допустит укрепления иранских позиций в Сирии. По его словам, оборонные структуры будут принимать жесткие меры против любой попытки нападения на израильских граждан и военнослужащих армии обороны Израиля. По мнению экспертов, Иран пытается нарастить военный потенциал на северной границе Израиля. Только за последние два года Иран потратил десятки миллионов долларов, чтобы создать в Сирии систему ПВО, способную противостоять потенциальным авиаударам в случае обострения с Израилем. Однако укрепление иранских позиций в Сирии не допустят израильские власти. Как мы можем позволять наращивать военный потенциал на наших границах? Ливан – это наша северная граница, Сирия – это наша северная граница. Иран тянется к ним, он создает там свои военные базы. Я не знаю, знаете ли вы, но многократно оттуда иранские войска с территории Сирии совершали ракетные удары по Израилю. В свою очередь иранские СМИ заявили о том, что спецслужбы страны задержали еще две оперативные группы, которые работали на израильскую внешнюю разведку «Моссад» и готовили диверсионные акты и убийства в ряде крупных городов страны. Эксперты отмечают, что Иран совершил немало террористических атак, направленных против мирных жителей Израиля. Собственно говоря, Иран никогда не скрывал своей враждебной политики по отношению к Израилю. Даже во время военных парадов Иран демонстрирует ракеты с надписями «Смерть Америки! Смерть Израилю!» Это прежде всего Сирийский фронт, где мы регулярно бьем по войскам Ксир, которые там находятся, по Хизбалле и по многим другим квазишиитским милициям, аффилированным с Ираном и поддерживаемым Ираном. Мы воюем с хуситами, террористическими формированиями, которые поддерживаются Ираном и натравливаются Ираном не только на нас, но и, конечно же, на страны Персидского залива. Это Объединенные Арабские Эмираты, это Саудовская Аравия. Наносятся ими удары после команды ФАС, которая приходит из Тегерана по нефтяным перерабатывающим центрам. Эксперты отмечают, что Израиль противостоит не только Ирану, но и поддерживаемым Ираном силам в Сирии и Ливане. Как сообщают иностранные СМИ, Иран даже помогает сирийцам модернизировать радары, предназначенные для обнаружения и предотвращения израильских атак, в основном против иранских объектов Сирии. На этом фоне эксперты отмечают невозможность достижения каких-либо мирных переговоров Израиля с Ираном. Между Ираном и Израилем как таковой в нынешнем ситуации, в нынешнем границах Ирана не могут быть никакие соглашения, мирные соглашения. Потому что Иран это империя, у Ирана нет границ, у Ирана есть периферии. Государство как таковое является идеологическим и теократическим. Между Израилем и Ираном таким террористическим режимом не могут быть какие-то договора подписаны. Что касается мирных договоров, я хочу привести пример заявления господина Бениамина Нетаньяху. Он на днях дал интервью. И на первый вопрос, когда журналист у него спросил, какие приоритеты вы будете преследовать, он сначала сказал «блок Иран», «блок Иран», «блок Иран». Что означает в переводе «мы будем блокировать Иран». Он трижды повторял это слово. Это означает, что Израиль не намерен церемониться с Ираном ни в каких случаях. Американский журнал Newsweek сообщает, что Израиль за последние два года нанес 7 ударов по растущей иранской сети ПВО в Сирии. Последние два из них были совершены в ноябре и декабре 2022 года. В начале января премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль предпримет все необходимые действия для предотвращения закрепления Ирана в Сирии. Беновща Назарова, Сибиси. Ну а сейчас блок экономических новостей, который представит моя коллега Анастасия Панарина в рубрике «Финтаймс Корборен». Азербайджан вместе с Евросоюзом нацелены на увеличение поставок энергоносителей. Это, в свою очередь, делает необходимым увеличение пропускной способности существующих экспортных газопроводов. Этих вопросов президент Ильхам Алиев коснулся в ходе интервью местным телеканалам. Говоря об экспортном газовом потенциале Азербайджана, он отметил, что по мере развития технологий и возможностей добычи будут увеличиваться. 2 триллиона 600 миллиардов кубометров – подтвержденный минимальный объем потенциала страны. В нынешнем году ожидается экспорт около 24 миллиардов кубометров газа. В связи с этим Азербайджан становится серьезным игроком на газовом рынке. Важное значение в этом смысле имеет и транзитный потенциал страны. Коснулся глава государства и перспективы экспорта электроэнергии в Европу. Более подробно тему обсудим с экспертом в области энергетики Кемали Мустафаевой. Кемали Ханум, здравствуйте. Добрый вечер. Кемали Ханум, в последнее время все больше стран демонстрируют интерес к азербайджанским энергоносителям. Какие направления работы вы считаете наиболее значимыми? Прежде всего речь идет о увеличении пропускной способности существующей инфраструктуры, если говорить точнее по южному газопоридору. Если первоначальная пропускная способность возможности того же ТАНАПа и северо-южно-кавказского газопровода и ТАПа вокруг цифр 16 миллиардов километров, это ТАНАП и всего лишь 10 миллиардов километров в год, это ТАП, то после... Как в самом начале предполагалось, что эти мощности можно будет удвоить с течением времени. То есть никто просто про запас не делает заявленную пропускную способность прямо с самого начала. Понятно, что это должно быть коммерчески обратно, должны быть подписаны новые газовые контракты, помимо тех, которые были подписаны в свое время, в 2013 году, если правильно, я помню, сейчас контракты по месторождению Шарданис-2 по запасам, по поставкам, дополнительным поставкам в Турцию и дальше в Европу. То сейчас с подключением новых запасов того же Абширона, запасов дальнейшего развития месторождения Шарданис, они из глубокозалегающего газа, так называемый гибгаз, на месторожение Азарича Роданис-2 нашли, которое, как уже предполагается, что в 2014 году какие-то определенные объемы уже могут быть оттуда получены при помощи, если не ошибаюсь, была договоренность с ДПИ, оббурения двух скважек на этот глубокий газ и, соответственно, увеличение этой долги. Естественно, нужно развивать, расширять, удваивать мощности инфраструктуры, чтобы вместить эти дополнительные объемы газа и, естественно, до этого нужно определиться, какие у нас есть запасы, сколько будет составлять годовая долгача, кто будет покупателем этого газа, заключить контракты и дальше договариваться и работать. Все это требует, естественно, опять же, инвестиций, нужны деньги. И Европа заинтересована, и надо полагать, обычно это означает то, что крупные европейские банки, вернее, инвестиционные банки, те, которые напрямую имеют, на которые имеют влияние политические структуры, тот же Всемирный банк, тот же Европейский банк реконструкции и развития, тот же Европейский инвестиционный банк, они всем, опять же, как это было в свое время, с другими трубопроводными проектами Азербайджана могут стать соинвесторами, и благодаря их участию можно привлечь дополнительные средства. Естественно, сами компании, которые участники этих проектов, также могут вложить свои капиталы на расширение этих газопроводов. Но это все требует время. Вот говоря об энергетике Азербайджана, сейчас очень много внимания уделяется также потенциалу в производстве и экспорте электроэнергии. В частности, каким вы видите будущее соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией? Это, на самом деле, очень интересный проект, в том смысле, что до сих пор Азербайджан делал какие-то продажи электроэнергии, были обменные операции с той же Россией, продавался какой-то объем электроэнергии на турецкий рынок, были обменные операции с той же Грузией, но выходить на такой достаточно дальний экспорт на европейский континент, причем посредством подводного кабеля, ну, на самом деле, сегодняшняя технология все это позволяет. Главное — получить проект, который коммерчески оправдан, и знать, опять же, о каких мегаваттах, о каких гигаваттах идет речь, и начать договориться и начать поставлять эту электроэнергию. И, возможно, даже я не специалист в области электрической энергии, но я могу предположить, что, возможно, это даже достаточно экономически более выгодно, чем, скажем, просто ввести сырую нефть или газ на другие рынки, выработать электроэнергию, тем более есть потенциал не альтернативной энергетики, выработка электроэнергии с помощью силы ветра, солнца и других каких-то источников, также гидроэлектроэнергетика. И, то есть, с нынешними технологиями производство оказывается дешевле, а доставить на дальние расстояния при помощи кабеля, есть достаточно много примеров в мире, когда достаточно далеко везут. То есть, сегодня нужно отработать технико-экономические показатели, доказать, что действительно проект жизнеспособен, он принесет экономические выгоды всем сторонам, договориться и начать работать. Я благодарю вас, Кемали Ханум. Спасибо вам большое за комментарий. Всего доброго, до свидания. Прошу вас. До свидания. Всего доброго. А я напомню, что с нами на прямой связи была Кемали Мустафаева, эксперт в области энергетики. Продолжаем выпуск. В Азербайджане вступили в действие новые правила предоставления государственных гарантий по кредитам, выданным субъектам предпринимательства, занятым на освобожденных от оккупации территориях. По новым правилам, сумма кредита, полученная предпринимателем от всех уполномоченных кредитных организаций, может достигать 5 миллионов монатов. Наряду с этим предусмотрена субсидия части годовой процентной ставки по кредитам, предоставляемым представителям малого и среднего бизнеса. Эти меры выступают продолжением реализации государственной программы великого возвращения на освобожденной от оккупации территории Азербайджана. Госпрограмма была утверждена главой государства в конце 2022 года. В числе мер, запланированных в рамках этой госпрограммы, речь шла о том, чтобы сделать более доступными финансовые услуги для микро, малого и среднего бизнеса. Механизмы предоставления по кредитам государственной гарантии и субсидирования субъектов предпринимательства начали применяться с 2016 года после девальвации национальной валюты. Используются они и по сей день. Помимо гарантии на кредит, также государство берет на себя обязательство оплачивать часть набравшихся и подсчитанных процентов по займу. Это, в свою очередь, сокращает финансовые затраты предпринимателей и в то же время способствует повышению уровня доступности финансовых услуг. Частный бизнес останется доволен этим механизмом, так же, как и коммерческие банки, которые перестают проявлять чрезмерную осторожность в отношении субъектов предпринимательства. Международный круглый стол на тему перспективы сотрудничества Азербайджана и ЕАЭС прошел в Астраханском деловом центре в Баку. Его участники обсудили перспективы кооперации, а также интеграционные процессы на рынках. Сотрудничество тех или иных стран с Евразийским экономическим союзом в последние годы становится одним из векторов торгово-экономических отношений в регионе. Азербайджан также углубляет сотрудничество со странами региона. Особый упор Баку делает на диверсификацию своей экономики, и в этом может сыграть свою роль расширение сотрудничества с ЕАЭС. Помимо экономической выгоды о сближении с союзом, Азербайджан получает перспективы и в социально-экономической сфере. В частности, расширяются возможности страны по участию в образовательной и научно-технической интеграции. В свете тех процессов, которые происходят в регионе и в целом мире, углубление мирового экономического кризиса заставляет страны региона задуматься всерьез об укреплении экономической повестки в регионе. И в этом контексте я считаю, что экспертная поддержка, консалтинговая поддержка для соответствующих структур власти должна сыграть свою позитивную роль. И вот сегодняшнее мероприятие нашего Евразийского экспертно-аналитического центра, думаю, несомненно будет способствовать укреплению региональной экономической повестки. Участие в будущем Азербайджана в интеграционных проектах на евразийском пространстве существенно должно повысить конкурентоспособность нашей национальной экономики. Сегодня Азербайджан проявляет довольно особый интерес к евразийскому направлению, в частности к таким структурам, как ЕАЭС, как ШОС. И надо сказать, что ЕАЭС является одним из симпатичных организаций для Азербайджана, поскольку там собраны фактически все союзники Азербайджана. В последние десятилетия Азербайджан построил очень серьезный экономический такой, скажем так, плацдарм, к которому тянутся несколько, можно сказать, разные центры силы, в том числе и евразийский центр. И, несмотря на то, что Азербайджан сегодня не является полноценным, полноправным членом ЕАЭС, при этом это не мешает ему иметь прекрасные взаимоотношения с каждым фактически из членов ЕАЭС. Трансатриотический трубопровод помог Риму избежать денструализации. Согласно заявлению главы Института международных политических исследований Даталаб Матео Вильям, прошлый год для Италии был важным с точки зрения диверсификации поставок природного газа. Италия нацелена на более долгосрочное сотрудничество с такими поставщиками, как Азербайджан и Алжир. По его словам, Рим должен найти выход из кризиса и позаботиться о создании новой инфраструктуры. В настоящее время наблюдается не только широкое и растущее осознание стратегической важности ТАП для Италии и Евросоюза, но и признание прямых выгод, которые эта инфраструктура и азербайджанский газ приносят итальянской экономике. Для многих может быть неожиданностью, что в прошлом проект считался немного спорным и не получил полного общественного признания своей важности. На данный момент в его необходимости уже никто не сомневается. Сейчас любые маршруты имеют значение, поскольку Италия в этом международном сценарии служит газовым хабом для Европы. Италия в состоянии удовлетворить потребности своей страны и находится в выигрышной позиции по сравнению с другими европейскими странами, которые больше зависят от других источников. Выбор альтернативного средиземноморского маршрута ТАП через Грецию, Албанию и Италию, в отличие от балканского маршрута, является безопасным и поддерживается независимой позицией Азербайджана. Транспортировка азербайджанского газа в Европу по южному газовому коридору началась 31 декабря 2020 года. По маршруту газ поставляется из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию. С начала торговых операций по газопроводу ТАП в Италию отправлено 16,4 млрд кубометров газа. Только за прошлый год экспорт достиг почти 10 млрд кубометров. В результате поставки энергоносителей в Италию увеличились на 41% по сравнению с 2021 годом. Также надо отдать должное министру экономического развития Италии Корадо Пассера, который в июне 2012 года, поняв важность ТАП для Италии, вопреки всему обеспечил своевременную доработку всех необходимых межведомственных соглашений с Грецией и Албанией и включил проект в энергетическую политику Италии уже в октябре того же года. И нужно отметить волю президента Алиева в поддержке проекта ТАП. Действительно, я была настолько уверена в том, что ТАП победит и станет реальностью, что в июле 2012 года мы учредили торговую палату Италии-Азербайджан, чтобы быть готовыми к развитию двусторонних торгово-экономических отношений, вызванному реализацией газового проекта, физически соединяющего две страны и доставляющего газ с Каспийского моря на побережье Апуулии. Являясь европейским участком Южного газового коридора, трансадриотический газопровод способен транспортировать около 10 млрд кубометров газа в год на несколько рынков Европы. Трубопровод спроектирован с возможностью увеличения его пропускной способности до 20 млрд кубометров газа в год. ТАП стратегически и экономически важен для Европы и необходим для обеспечения надежного доступа к новому источнику природного газа. Эксперты отмечают важную роль трубопровода в повышении энергетической безопасности Европы, диверсификации поставок, а также в достижении целей декарбонизации. По решению правительства Грузии, Министерство финансов страны обратится во Всемирный банк с просьбой о привлечении 75 млн долларов США. Об этом сообщил министр финансов Грузии Лаша Хуцешвили. Средства будут направлены на подготовку технико-экономического обоснования проекта подводной линии электропередачи Черного моря. Как отметил грузинский министр, на брифинге после заседания правительства с банком уже достигнута предварительная договоренность как по сумме, так и по конкретным направлениям их использования. Сегодня на заседании правительства мы обсудили вопрос, связанный с очень важным для нашей страны проектом. По инициативе Грузии началась работа над проектом, который предполагает соединение энергосетей Кавказского региона и Европы посредством высоковольтной подводной линии электропередачи в Черном море. В частности, ЛЭП, проходящая по дну Черного моря, соединит электрические системы Грузии и Румынии. Кроме того, Грузия уже начала инвестировать в черноморский подводный кабель. На это уже потрачено 2,5 миллиона евро. Отметим, что финансирование в размере 75 миллионов долларов будет распределено по трем направлениям. Это географическое и геотехническое исследования дна Черного моря, которое обойдется примерно в 20 миллионов долларов. Также будут выделены средства на усиление наземной линии электропередачи. Это подразумевает обустройство соответствующей инфраструктуры на территории Грузии. Еще 5 миллионов евро будут направлены на консультации как по юридическим, так и по финансовым вопросам. Это были все новости экономики на сегодня. Олег. Спасибо, Анастасия. На протяжении трех суток столица Азербайджана находилась во власти антициклона, пришедшего с севера. Государственное агентство автомобильных дорог, исполнительная власть города Баку проводит необходимые работы по обеспечению комфортного и безопасного движения транспорта и пешеходов. Со вчерашнего вечера в связи со снегопадом коммунальные службы исполнителя власти города Баку и соответствующие учреждения продолжили работу в усиленном режиме. Как сообщили в пресс-службе мэрии Баку, при помощи спецтехники с ночи и до утра дороги посыпались солью и химическими реагентами. При этом особое внимание уделялось дорогам, мостам, а также спускам с опасностью скольжения. Ближе к утру сотрудниками коммунальных служб была усилена интенсивность уборки снега с улиц, проспектов и тротуаров, перед автобусными остановками и станциями метро. Всю ночь представители-исполнители власти города и районов столицы находились на территориях очистки и наблюдали за проводимыми работами. Работы по очистке снега охватывают как центр, так и все районы столицы. На протяжении трех дней исполнительная власть Азербайджана, наряду с другими соответствующими структурами, задействованием спецтехники посыпают солью улицы. Наиболее опасные дороги – автомобильные мосты. Все эти дороги были взяты под контроль. Ближе к утру со стороны коммунальных служб автобусные остановки, тротуары, входы метростанции были очищены от снега. В настоящее время идет очистка бордюров и тротуаров. Снег и мороз пришел не только в столицу Азербайджана, но и в районы. Обильные осадки выпали также в Шушел, Ачине и Кербайджаре. Соответствующими структурами были взяты под контроль районы, где с ночи до утра попадает наибольшее количество снега. Приняты меры по обеспечению безопасности движения. В связи с погодными условиями водителям рекомендуется соблюдать осторожность, особенно при движении по автомагистралям через горную и предгорную местность, а также использовать сезонные шины для транспортных средств, которыми они управляют. Эсмиралиева, Сулейман Калимулин, СВС. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok